так ребята всем привет с вами наш гараж три семерочки мы сегодня у санька и вот такая тема смотрите volvo v60 plug in гибрид то есть лук в гибриде дизельная машина volvo саня приветствуйте всем привет от adidas а вот он тоже подрос смотрите буквально за какой-то месяц он такой уже здоровый стал ну показывай рассказывать что у тебя новости приобрел автомобиль взял автомобиль за неимением средств взял биты бит не был слегка по облицовке только сейчас все это меняю в общем под замену пошел телевизор бампер крыло и дверь старая поломанная все скинул уже за исключением вот вот так уже выглядит это уже вот новая сейчас установили разбитый вот вот старыми вот это у нас новый бампер новый бампер вот старый все кишки нужно будет перекидывать вот здесь он вот так вот он выглядит лопнувший в нескольких местах но повезло повезло действительно что ни одну стойку не погнула так буквально по мелочам вот эти вот крепежи их тут молотком с помощью молотка кувалды все выровняли а так все нормально все отлично это самое не стойки не ходовая ничего не погнута и это радует единственного двери тоже под замену будут дверях здесь мятины мы видим и вот здесь еще крыло заднее немножко а так машине три года пробег буквально 30000 дизель пятицилиндровый плюс еще сколько в дизеле лошадиных сил 220 дизельных и 70 электрических самокупности что-то порядка 280 с небольшим вот так вот объем двигателя 2 и 4 5 цилиндров 2 и 4 5 цилиндров представляете плюс еще и электромотор это вообще из легковых это единственная модель которая дизель с большим дизельным мотором который может не только экономить топливо но еще и ездить так как на самом деле дилемма на данный момент что все электрические автомобили они как правило заточены под экономию топлива под экологию всяких глупостей все остальные они не ездят то есть можно экономить на них можно там что-то я не знаю зеленые движения какие-то поддерживать но ездить на ней нельзя а так я обхожу сейчас все скандалы дизельные вот этих с автомобилями и это самое буду ездить и экономить кстати тут вот что за лайфхаки видим короче это стояночное отопление штанга и цунг у нас называется потом смотрите вот что я увидел какой-то этот короче пластмассовые до стабилизатор я рю это что такое а это для ксена на это он фары поворачивает когда допустим встречная машина он отворачивает или ты заходишь на поворот она поворачивает короче вот этот вот стабилизатор это как бы рычажный такой вода и он короче это короче жесть я такой первый раз вижу 1 1 я такое вижу короче техника чудес сейчас салон посмотрим там кожаный у тебя до коробка автомат вообще показывай вот здесь смотрите кстати зарядное устройство еще можно подзаряжать домашних условиях от 220 а не пойдет или 16 ампер а 16 ампер можно 220 просто дольше чем слабее сеть тем дольше ну понятно а что это обозначает виновина 2 2 энергии дух то есть на бензин не не сказал я открылась два аэрбака один в сидении и один наверху они заказаны идут же того кто там боится я не знаю там как это самое в принципе это все элементарное она меняется кстати вот что еще на volvo могу это сказать смотрите для трех человек можно положение регулировать да допустим саня ездит потом жена и брат до под каждого подгоняется и потом не надо выставлять сиденье нажал на двоечку она встала как тебе удобно вот это на volvo очень мне нравится также вот здесь вот видим все электрическая спинка сидень туда-сюда вверх-вниз кожа такая интересная красная спортивные сиденья вообще шикарные коробка автомат вот она тут все под этот алюминий даже них нихила ну или нержавейка и вот как у всех volvo немножко повернута это панель приборов к водителю такой шикарный тоже здесь этот ключ а вообще не вижу прикинь ключа здесь нету ни с этой ни с этой стороны саня тебе тебя обманули тебе ключ не дали это замок зажигания нету да я его вообще не вижу вот сюда скорее всего да вот это смотрите какой ключ так вот он его не обязательно даже туда сюда нажал чтобы включилась ну нажми чтобы это загорелась панели приборов смотрите как здесь также компьютер навигация да все дела в общем из опции не хватает одной единственной функции это вот на этом месте она устанавливается откидываются подголовники на задних сиденьях долго я искал чтобы она была полностью упакованная вся но не нашел я короче плюнул думаю фиг с ней прожил без нее досадно конечно он вон показывает кстати показывает на табло электронном это до заполнить в бачок омывателя а вот эта технология смотрите все управляется здесь до вообще шикарно шикарно ребята я вам скажу саня сейчас конечно это все немножко инвестировать пришлось в эту пластик в короче в этот как он как ты говоришь телевизор да тоже не не дешево что-то там под 600 евро благо что запчасти очень многие есть на это сам на разборках перекинуть так конечно так что вот так выглядит это аппарат очень такая мощная машина я вам скажу даже немножко она на паркетник смахивает да вот так вот ну да то что она подняться и вот под такой охраной adidas она здесь находится так что даже не вздумайте да скажи перекусит как вот эту косточку до adidas привет привет тебе ну-ка засвети начинаем перевешивать вот так она выглядела ну красивый конечно морда вообще вольво ну чё вы хотите шведы да но это не совсем новая да это с разборки с разборки вот она чё но она целая арабом покрасили но 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 уже даже покрасили да сколько за покраску отдал покраску 550 ого 3 чая эти три части да бампер крыло ну да ну пойдет тогда еще так что уже все в наличии есть только осталось собрать раньше занимался везде были контакты знакомства ну да это надо постоянно быть в теме как говорится что тут скучать не приходится завтра мы поедем женьки сани с другим сани с юпитер щекам и будем там дербанить еще какое-то они нашли по наишь они на двоих его взяли так что мы завтра тоже нам скучно не будет и вечерком еще потом замутим стриму сани гаражи так что ладно ребят всем спасибо за просмотр пишите комментарии машина стоила новая 40 тысяч сани взял за полцены так что новая она стоила 75 даже да 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 если ее брать она будет стоить 75000 такой комплектация офигеть да если не битые в нормальном состоянии в таком с 30 тысяч пробега примерно они стоят 30-35 тысяч под 40 цена падает вы представляете обитую слегка битую еще дешевле можно взять вот так вот ребята ну чё респект и уважуха скажи да все всем спасибо всем пока и до новых встреч а Субтитры сделал DimaTorzok